Русский скот такой. И зачем ты ликвидировал царя? Надо было царю жить. Чего ты, сука, не жил в семнадцатом году старским правительством? Не пищи ты там, ёб твою мать. Я что-то тебя прослушать не могу. Русская нацистская боссонная тряпка Путина. Старая пидорастическая русская нацистская боссонная тряпка Путина пыла. Соберись, гнида. Путин тебе говорит. Русский фашистский пидор тряпка. Соберись. И на война. Мясо надо. Чем больше мяса, тем лучше. Так, давайте, давайте. На войну. Русские свинья. Уже все солдаты на фронте, все офицеры младшего среднего звена фронтов, креща, ору. Перестаньте врать наверх. Перестаньте говорить о том, что у нас везде всё классно. От постоянных провалов и нелепого вранья российского министерства обороны дают первым. Даже у российских пропагандистов даже они уже просто не могут выносить уровень того маразма, который вверх Шойгу и его подчинённые. Дошло до того, что торвался на истерику даже самый известный российский воинблогер Юрий Подоляков, который обвинил российское министерство обороны в трудности, вредительстве и потребовал, чтобы люди шаги перестали врать. Поговорить о контроле, чтобы сказать правду, повторяю, что министерство обороны меня лично поражает. Поводом за истерики стал точный удар украинских ракет по судостроительному заводу в Керчи, на котором в это время находился малый ракетный корабль «Аскольд». Ракеты попали точно в него. Но сначала российская корпоративная министра от Акрыма заявила, что все ракеты сбиты. По помощи... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Фидора Шойгу и хуесос Коношенко, они сказали, что только краски поцарапил. Краски поцарапил. Краски поцарапил. На этот русский фасийский корабль немножко поцарапил краску. Сейчас включу. Хотите, казапня? Тупая, блядь. Тупая, боссаная, вонючая, русская, хуесосная концерня. Краска поцарапил, блядь. Краска поцарапил, блядь. Все хорошо. Все, русские свинья все ракеты сбила. Если я по-говорю, то знала, что министерство, там пару ракет, долетело и корабль получил такие, знаете, незначительные повреждения. Ну а потом уже в интернете появились фото и видео этих хамок, еще значительных повреждений. Видно, когда сам момент поражения. Украинские ракеты черно входят в этот российский корабль. Оскольд. Я не буду выкладывать сюда, потому что и тут такое не может. Но видео есть в моем телеграм-канале. По ссылке в описании вы можете перейти и посмотреть это видео. Ну а заодно и подпишитесь на канал. Видео там действительно ярко. Ну а след за этим видео появилось и фото последствий попадания фото. Он был оскольк фото и значительных повреждений. Судя по этому фото, корабль оскольд не скоро отправится в какое-либо плавание. И эта фотография стала для подрядки последней каплей. Такого унижения он просто взорвался. Вчерашний неважный скандал, который произошел в связи с недавним ударом против речей. В чате появились входом пораженного нам на ракетного корабля «Роскольд». И здесь бы я хотел обратить внимание правила на древние. Момент первый – это усечка информации секретного завода. И момент второй, я считаю, наиважнейший. Давно уже никак не могу понять. Патологически трусить, сказать правду, повторяю, наше министерство обороны меня лично поражает. Самое интересное, что этот же самый блогер Подоляков в первые дни российского отражения рассказывал, что российская армия не дала Харьков. Уже российский десант высаживается в воде. Украинская армия избегает и не оказывает никакого сопротивления. И теперь этот же человек, который вот это все рассказывал реально несколько дней, упрекает российскую армию в способности говорить правду. Я не понимаю, на что вы рассчитывали? Что за два дня отремонтируете огонь? Ну чуть же собачьи. Греб же. Все равно это всплывет. Скажите правду. Да, попали ракетами. Да, не все смогли отразить. На войне всякое бывает. Но подобными трусливыми, на самом деле, именно трусливыми информационными действиями вы поражаете очень большую проблему. Фактически Подоляка обвиняет Шойгу и его причиненных в трусости. И тут надо вспомнить, что два предыдущих таких вот яростных критиков Шойгу, которые позволяли себе такие вот буквально откровительные высказывания в его адрес, которые его тоже называли там и трусом, и фанерным маршалом, они закончились неплохо. Один взорвался в самолете, а другой сейчас в тюрьме сидит. Вот и Подоляка этого не понимает, но просто вообразите себе уровень того ада, который там у них в России творится, в российской армии. Если даже понимает все это, Подоляка все равно уже забыв про инстинкт самосохранения, орет и вот так вот прыгает на Шойгу, обвиняя его в трусости и в откровенном вредительстве. Если у людей, отвечающих в Министерстве обороны Российской Федерации, не хватает... Расслаб.